Вот, смотрите, как мне понравилось, я вот про него и говорила, когда говорила, видите, ведь простое совершенно изделие, да, это базовая конструкция с точным рукавом и с выточками из боковых швов, если мы его разберем, да, и просто как декоративный элемент нашита вот такая какая-то широкая бейка вот такая, да, и она сужает, конечно, нашу фигурку, делает очень правильно расставленные акценты. Все очень великолепно, и вы умеете вот это все делать, и нам не нужно ничему здесь учиться, это мы все прошли на первых уроках. Вот эта модель тоже очень правильно, никакого акцента по линии талии, и тоже это асимметричный крой, в основе лежит обгновенная базовая конструкция, нагрудные выточки из бокового шва и никаких талиевых выточек. Делайте две полочки, находите вот эту линию, оформляйте, это уже технология пошива. Очень мне нравится, вот это мне нравится меньше. Видите драпировка? И драпировка идет из плечиков, драпировка идет под грудью на лифе, драпировка идет горизонтальная, и все вот это вот, да, посмотрите поближе, чтобы вам было видно вот это. И вот это платье я бы не рекомендовала делать на фигурку полную, потому что все-таки на животике лежит вот эта вертикальная линия, и внимание к животику привлекается. Это с одной стороны, с другой стороны, когда у нас от талии вверх на грудь идут вот такие драпировки, это подходит только барышням, у которых грудь очень высоко. А если грудь большая, она, как правило, лежит очень низко. Вот здесь даже видно, что линия талии несколько завышена. Тогда будет вот это смотреться. Это не самое удачное платье, потому что есть горизонтальные акценты в области талии. Они будут только увеличивать наш животик. Вот это платье, но это, конечно, очень смелое платье. Можно сделать его не таким приталенным, можно сделать, немножко закрыв рукавчик из темного цвета, да, и не таким ярко выразительным. Чуть-чуть подлиннее я бы сделала его, чуть-чуть посвободнее я бы сделала его, да, вот, чуть-чуть. Вот, посмотрите, я бы закрыла здесь вот так вот рукавчик, да, локоточка прямой, свободный, черненький бы сделала. Открыла бы побольше горловинку. Вот эту часть я бы оставила, как есть. Здесь я бы не так сильно приталивала, посвободнее вот в этом месте я бы сделала, да, тут очень оно приталено. Чуть-чуть вот закрыла бы коленочку. Здесь я бы не так сильно заужала. То есть вытянуть постаралась бы вот этот вот силуэтик побольше, побольше, да, и остальное бы вот эту идею бы все сохранила. И получилось бы гораздо интереснее и гораздо спокойнее. Это уж очень, ну, не то, что сказать, вызывающе, хотя, может быть, и эта тема сюда тоже подходит, да. Нравятся вот эти кармашки, сделанные на этом месте, да, нравится идея, но все чуть-чуть, чуть-чуть успокоить. Тогда это будет для нас просто ломба, скажем такое слово. Так, что еще у нас? Еще вот такие вот вещи. Смотрите, простое платьице, ну, немножко зауженное к низу. Вот эти кармашки, это как бы силуэт бога, да. Эти кармашки, на мой взгляд, достаточно низко находятся. Я бы их подняла повыше, потому что они утяжеляют нижнюю часть. Но сама идея на полную фигуру вот этого платья, хотя мы видим, что фигура здесь не полная, она хорошая, потому что появился вот этот вот отвлекающий момент. Вот этот вот шарф, который сбоку где-то расположен, он создает вертикальную линию. Я бы его сделала еще немножко подлиннее вот сюда. Сделала бы просто разные концы этого шарфа, да. Подняла бы вот эту часть куда-то повыше. И опять же сделала бы не такой контраст большой между грудью и вот этой частью. Сгладила бы этот переход, успокоила бы снова вот эту вот картинку. Так, вот эта история. Ну, что про это сказать? Здесь, конечно, надо иметь хорошие формы. Ярко выраженная все-таки линия талии должна быть. И вот эта базочка. Это платье подходит для тех, у кого эта талия есть. Я бы не сказала, что этот вариант очень, ну, как бы безупречный на полную фигурку, у которой этой талии нет. Ведь очень легко нарисовать и придумать модели для фигурки, у которых талия есть. И все они будут прекрасные. И всем они будут нам нарисованы и очень нравятся. Но беда в том, что если мы оденем вот это все на фигурку в другую, то будем очень разочарованы в этом вопросе. Ну, вот тоже, я бы сказала, спорный момент. Хотя идея хорошая. Может быть, вот если бы вот эту белую полосочку на линии талии, если бы ее не делать белой, если бы ее сделать... Здесь просто подобрали линию талии, да? Сделать ее вот такого же цвета, это, на мой взгляд, было бы уместнее. Потому что в тонком трикотаже небольшие сборочки сверху, небольшие сборочки снизу, они объем не добавят, колом они не встанут, да? И не такое сильное приталивание вот тут. То есть все успокоить, сделать все полунамеками, и это было бы, на мой взгляд, хорошо. Почему? Потому что высветлена центральная часть, она делает акцент поуже, да? А более темная боковая часть, она опять же работает, акценты сдвинуты к боковым швам, они опять же работают на сужение нашей фигурки. То есть не такое плотное приталивание, и немножечко, и убрать вот эту горизонтальную яркую полоску спереди. А в остальном вот эту идею использовать можно. И опять же, это базовая конструкция, просто вот с такими фигурными рельефами. А сборочка, и в которых можно спрятать и нагрудную выточку, и талиевую выточку небольшую, да? А вот эта присборочка, она может быть просто в результате лучевой раздвижки, или остаточных талиевых выточек, или нагрудной выточки. Но тут уже можно подумать. Я бы не рисковала, я бы нагрудную выточку спрятала в рельефы. Здесь есть, ярко читается, подрез под грудью. Видите, вот такой стиль ампир или принцесс, да? Рельефы идут спереди, которые позволяют, может быть, даже есть средний шов, плохо его видно, сделать вот такое раскрешение внизу. В каждом рельефчике, в боковых швах, может быть, даже по центру. Нагрудная выточка здесь переведена в сборку под грудью и немножко в плечевом шве. То есть там и сверху есть драпировочка, и снизу есть драпировочка. Кому это подойдет? Это подойдет тем, у кого широкие бедра. Но я бы опять не увлекалась вот этой вот большой, большими фалдочками внизу. То есть вот это раскрешение я бы сделала поменьше, чем на этой фотографии. Понимаете? А так вполне даже живой такой вот вариант, но на фигурку с широкими бедрами. Будет очень-очень хорошо работать, когда все акценты вверху, а низ отработан спокойно. Просто легкое раскрешение к линии низа для того, чтобы вот эти вторые бедра убрать. И будет все замечательно. Может быть, даже сделать без рукавчиков. Или чуть-чуть можно в этом варианте. Здесь, видите, не очень удобный рукав. Он достаточно узкий рукав, да? Я бы его... Почему он здесь такой узкий? Я бы сделала его немножечко пошире, чтобы движение, комфорт был бы нам побольше. Но не увлекалась, чтобы не расширять очень широко. Полненькая фигурка, горизонтальный пояс, запах. Все собрали. Не нравится. Не нравится. Хотя нравится общий силуэт, зауженный книзу. Но здесь есть талия. Уменьшает этот горизонтальный поясочек, уменьшает вот эти объемы. Это хорошо. Но плохо то, что он есть. Объемы уменьшает темный цвет. Фактически не видно этого запаха. Каких-то там драпировок фактически не видно. Я называю эти моменты украшательством. И наличие четкого горизонтального пояса. Ну, хорошо то, что это темненькое. И мы его просто физически не видим. А раз мы не видим вот этих вот всех вещей, к чему нам городить весь этот огород? Настолько усложнили это платье? Ну, насложнили так, чтобы повеселить, так сказать, нас. Потому что от простых фасонов мы тоже устаем. Но насколько это оправдано, решать каждому из вас. Иногда, да, на Новый год одеть один раз. Потому что это мягкий трикотаж, он легко драпируется. Он, собственно говоря, просит безупречную фигуру или фигуру с корректирующим бельем, когда нет никаких гусениц, да, потому что он все покажет. Если вы хотите, если вы можете себе это позволить, то да. Но в целом здесь есть по силу, а то есть гармония. То есть нет никаких лишних объемов. И очень аккуратный вот такой вот рукавчик, неярко выраженный, он не полнит руку, он делает, дополняет вот это изделие. Мне нравится вот такое решение рукавчика. Аккуратного, небольшого. Он хорошо уравновешивает вот эту широкую часть внизу. И форма этого изделия мне тоже очень нравится. Ну, а здесь, я думаю, вы сами все видите. Когда на полную фигурку, ведь полнота тоже бывает разной. Бывает широкая талия, но у нее еще более широкие бедра и еще более широкая грудь. То есть когда просто есть полная фигура со всеми атрибутами, с большой грудью, с широкой талией, достаточно на контрасте, эта талия явно есть. И в этом случае предлагают нам для молодых, не эти вот объемные какие-то мешки, да, а вот такие короткие юбки, очень узкие юбки, да, минимальный объем в области груди и акценты на линии талии в виде вот таких вот басочек, отрезных поясочков и всего прочего. И, конечно, это ассортимент нарядной одежды. Конечно, если вы гордо несете свою шикарную фигуру, то это вам подходит. Но, опять же, для того, чтобы носить такие одежды, нужна определенная смелость внутри нас, то есть это характер. Если ваш характер подходит под эти формы, под эти вот такие смелые модели, пожалуйста, почему нет? Если вы стесняетесь своих каких-то форм, считаете их недостаточно привлекательными, тогда, конечно, вы такую модель себе не выберете. Ну, а если вы гордо несете, повторяю вас, свои прекрасные формы, преувеличенные формы, то почему нет? Дерзайте, ведь на самом деле все решает наш внутренний мир и наша улыбка на лице. Если она у вас есть, то вы уже победитель. Вот все, что я могу сказать про эти модели. Это просто шикарная модель, которая, конечно, просто требует тонкой талии. И великолепное обладение всеми нашими навыками моделирования, чтобы вы умели и находить пропорции, и навыками асимметричного кроя владели, и умели не просто вот так вот фотографию выкинуть, а еще разобрать эту фотографию по полочкам, прежде чем говорить себе, я хочу такое платье кому-то шить, да? Вы должны сказать себе, а могу ли я нарисовать вот это платье в качестве технического эскиза? Вот почему я уже писала нам с вами в чат, да? Девочки, учитесь рисовать технический эскиз. Не просто кинуть вот такое платье, прикольно, мне нравится, посмотрите, какие идеи. А потрудиться и взять ручку, карандаш в руки и нарисовать, куда спрятаны нагрудные выточки, где талиевая выточка, какой ширины плечики, какие пропорции, какой длины наше изделие. И разместить вот эти все яркие моменты на тех уровнях, на каких оно отражено здесь. Вот это будет, когда вы сумеете нарисовать технический эскиз, вот тогда можно мне задавать вопрос. А давайте мы, Галина Леонидовна, с вами его сделаем в частном порядке, понимаете? Пока вы не нарисовали технический эскиз, а только кидаете мне эти фотографии, это вызывает у меня улыбку досады. Ну вот это простое изделие, хорошее, интересное, но простое изделие с акцентом по линии талии. Может быть, оставить акцент спереди и по бокам и убрать по линии талии, тогда это нам подойдет. Это великолепное изделие, вы смело можете сделать. Вот это наш случай. Прямо вот наш, наш, наш. Выточки талиевые есть, небольшие нагрудные выточки есть, которые можно сделать из бокового шва, да, и выполнить вот такие формы на базе асимметричного кроя. Взяли две полочки, две спинки, положили их рядышком со сгибом и нарисовали вот эти интересные линии. Это очень простое решение. Очень простое и очень эффектное. Вот на таких вещах, мои хорошие, я хочу, чтобы вы сосредоточились первое время. Вот на таких именно вещах, которые можно выполнить легко, которые вам понятны. Показывайте мне вот это моделирование, кто будет браться за такие вещи. Я легко посмотрю и скажу, проверю ваши пропорции, правильно ли вы это все сделали. И дам добро. Проверю вас, и вы пойдете спокойно дальше. Это тоже то, что нам подходит. Это тоже прекрасное решение и очень простое решение. Прекрасное и очень простое. Ну и это тоже вы видите сами. Обычные выточки на обычных местах. Это обычная базовая конструкция и какой-то акцент спереди. Это на базе цельнокраеного рукавчика платьица сделана. Ну, опять отрезная линия талии. Ну, это тоже очень простой костюм, очень простое решение на основе базовой конструкции. Да, нравится. Акценты, видите, вытянутый прямоугольник создается. Акценты сделаны на рукавчике. Совершенно простое решение разбавили вот таким кармашком. И еще асимметричным решением застежки. Все замечательно и все великолепно. Вот эта асимметрия легкая, она не убивает. Она подойдет очень и очень многим. Очень хорошее решение придумать можно для себя. Вот посмотрите, сколько идей. Вот это не самое лучшее решение. Будет полнить. Хотя асимметричный крой и вот такое вот все, ну, не знаю. Ну, это тоже базовая конструкция. Кому это подойдет, кому хочется деловой такой стиль сделать, то пожалуйста. Ну, это платье мы с вами разбирали просто-напросто. Да, вот это платье тоже простое решение. Видите, большинство это платьев очень простого решения. Рисуйте технический эскиз и выполняйте вот такую асимметрию. Ну, про это я уже говорила. Прежде чем радоваться вот на такие вещи и говорить, спрашивать меня, как это сделать, научитесь по ступенечкам до таких вещей добираться. Это очень и очень сложный крой. Сложный крой. И мало того, что сложный крой, это еще идет сложное технологическое выполнение решения этого задачи. В этой задачи в двух словах мне на этот вопрос никогда не ответить. Нужно погрузиться и снимать отдельное видео. Ну что, если вопросов нет, всем до свидания, до следующей пятницы. Всем всего доброго. Трудитесь, мои дорогие. Не откладывайте в дальний ящик. Мы все с вами растем. До свидания.